Здравствуйте! В эфире «Свобода» радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную неумолимо приближающейся Олимпиаде в Сочи. Зимних видов спорта много, но фигурное катание занимает среди них особое место, тем более для российской публики. Это ее любовь, гордость, слава. Объяснение фантастической популярности фигурного катания в СССР и в России лежит, мне кажется, не просто в спортивной, а в социально-психологической, если хотите, области. Но так ведь было не всегда. Кто-то еще в далекие 50-е годы торил для советского фигурного катания дорогу к мировым успехам и завоевывал популярность для этого спорта у публики. Сегодня у меня в гостях один из таких людей, пионеров советского фигурного катания, Нина Алексеевна Жук, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СФСР, заслуженный деятель искусств России. Она была трижды первой, хотя речь идет не о золотых медалях, но то, о чем я говорю, по-своему стоит не меньше золотой медали. Нина Жук была первой фигуристкой СССР призером чемпионата Европы, 58-й год, серебро. Первая фигуристка СССР, принявшая участие в чемпионате мира, тот же 58-й год. Это тоже Нина Жук. И, наконец, главное для нашего разговора Нина Жук, первая советская фигуристка, выступившая на Олимпийских играх. Это был 1960-й год. Здрасте, Нина Алексеевна. Здравствуйте. Страшно рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Я вот в своем вступительном слове сделал акцент на то, в чем вы были первопроходцем. Ну, у вас и золотых медалей в фигуральном, что называется, вернее, в буквальном смысле слова достаточно. Но об этом нам напомнит наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, который расскажет нам о вашем спортивном пути. Советская фигуристка Нина Алексеевна Жук в девичестве Бакушева выступала в парном фигурном катании с партнером впоследствии своим мужем Станиславом Жуком. Нина Алексеевна мастер спорта Советского Союза и первая фигуристка Советского Союза, выступившая на Олимпийских играх в Скловелле в 1960 году. Тогда она вместе со Станиславом Жуком заняла шестое место. Это было повторяя первое выступление советских фигуристов на Олимпиадах. Нина Бакушева и Станислав Жук четырехкратные чемпионы Советского Союза в парном катании в 1957, 1958, 1959 и 1961 годы. А не трехкратные серебряные фигуры чемпионатов Европы в 1958 и 1960 годы. Нина Бакушева и Станислав Жук впервые исполнили поддержку на одной руке. В те времена, в конце 50-х, это считалось опасным, и некоторые судьи отказывались считать такие поддержки законными элементами фигурного катания. Но советские фигуристы доказали, что это вполне законно. Нина Алексеевна Жук заслужил зрение РСФСР по фигурному катанию. Среди ее воспитанников Светлана Алексеева, Нина Некрасницкая, Анна Кондрашова, Роман Серов, Мария Ансаная и многие другие. После завершения спортивной карьеры Нина Алексеевна была солдисткой московского профессионального байта на льду. А затем артисткой всесоюзного объединения госцирков. Она заслуженный деятель искусств России. И, конечно, говоря о Нине Алексеевне Жук, стоит вспомнить династию Жуков, так сказать. Станислав Жук, известнейший человек в советском фигурном катании, заслуженный мастер спорта Советского Союза, многократный чемпион Советского Союза, многократный призер в чемпионате фигурного катания, заслуженный тренер РСФСР. А младшая Жука Станислава Жука, Татьяна Жук, уступала в поле с Александром Гориликом. Они серебряные фигуры олимпийских игр. 1968 года в Горенобле и заслуженный мастер спорта Советского Союза. Спасибо, Леш. Ну, все вспомнили, надеюсь, ни в чем не ошиблись. Ну, знаете, хотел бы я наш разговор начать даже не со всех этих замечательных чемпионатов и олимпиад, а с вашего детства, что называется, за плечами, большая жизнь. И тогда-то, когда вы начинали, еще никакой славы у фигурного катания здесь, в России, в Советском Союзе тогда не было. Как, собственно, девочка из блокадного Ленинграда, по-моему, и это было в вашей биографии, стала фигуристкой? Я закончила седьмой класс и поступила в педагогическое училище физического воспитания. И в один из дней пришел тренер фигурного катания Сергей Логинов. Он занимался у Петра Петровича Орлова на стадионе «Динамо». И он стал агитировать нас записаться в секцию «Динамо». Мы в это время с подружками, мы трое сразу поступили туда, занимались художественной гимнастикой. Но она тогда только-только первый год, этот вид спорта начал культивироваться у нас в Советском Союзе. И не очень хотели туда пойти, но Сережа нас убедил, и мы втроем все пошли и записались в секцию фигурного катания. Вот так я попала на стадион «Динамо» к тренеру Петру Петровичу Орлову и стала заниматься фигурным катанием. Ну, действительно, я сказал, что фигурное катание тогда не было ни в каком собственном таком фаворе, не было особенно популярно. Но если мы возьмем Ленинград, там ведь традиция очень большая. Был этот знаменитый, еще дореволюционный чемпион этот Николай Панин, замечательный. Были какие-то замечательные фигуристы, я помню такую фамилию, Ксения Цезарь, Федор Дятлов или Дятлин. Такие легендарные, видимо, для Ленинграда люди. И, насколько я знаю, ваш тренер тоже имел связь с вот этой вот традицией. Он чуть ли не у Панина самого и занимался. А ведь еще что замечательно, что Панин был вообще первым русским олимпийским чемпионом в 1908 году. А вам с Панином не доводилось как-то встречаться, видеться? Доводилось. Серьезно? Да. Когда мы занимались фигурным катанием, и однажды проводилось соревнование. Так. Чемпионат Ленинграда по фигурному катанию. Но я тогда только, в общем-то, недавно начала заниматься. И Петр Петрович нас повез всех на каток, где присутствовал Панин. Я прекрасно помню, он сидел в кресло большой, в такой шубе, закрытой пледом. И смотрел все выступления показательные. И мы перед ним выступали. Вот это было. Слава богу, он большую жизнь прожил, и слава богу, что все его именовали какие-то невзгоды, репрессии и так далее. Да. Не уехал из России после революции. И почил, что называется, в Бозе. И вот заложил такую грандиозную традицию. Он был чемпионом не по фигурам фигурного катания, а специально нарисованные фигуры, которые делал только Панин. И вот эти фигуры есть в учебниках, они нарисованы. И фигуристы мы тоже пытались. А вот я хотел спросить, они до сих пор кажутся сложными, эти фигуры? Это ужасно сложные. Серьезно? Да. Мы пытались, но это почти невозможно сделать. Это мы в те времена. А он это делал, да? Он стал олимпийским чемпионом, именно рисовал ногой, коньком вот эти фигуры. Они необыкновенные просто. Я не знаю, как он это делал, потому что там такое впечатление, что невозможно даже рукой нарисовать. Хорошо. А что вообще было? На чем катались? На каких коньках? Что был за лед? Ведь ничего же тогда, по сути дела, такого еще, так сказать, приспособленного именно для фигурного катания не было в стране, да? Да, в общем-то, кроме катков, конечно. И коньки были какие-то там. Но я жила одна, у меня родителей не было. И поэтому я пошла заниматься фигурным катанием, но коньки приобрести я не могла. И Петр Турович мне дал коньки своей жены. Вот, они, конечно, были мне великоваты. Но это были уже фигурные коньки или какие-то беговые, спиленные? Нет, 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 фигурные коньки, это его жена когда-то каталась. Они, конечно, не такие, как сейчас, они были значительно выше, сейчас короткие такие ботиночки, они были значительно выше. И вот я начала кататься. Потом у меня конек отвалился. А прикрутить его я же сама не могла, и мне некому было. Я долго ходила просто с ботинки через плечо и приходила на тренировки, но я не каталась. А, что вы. Да, и только потом уже Петр Турович мне сам прикрутил эти коньки, и, в общем, я начала по-настоящему кататься. Хорошо, но уже мы подступаем тут к вашему моменту. Как в вашей жизни и в спортивной карьере появился Станислав Алексеевич Жук? Расскажите. Ну, я занималась фигурным катанием в одиночном. И у меня были неплохие результаты, хорошие прыжки, и какие-то по своему возрасту я занимала неплохие места, где-то выигрывала. И нужна была пара. И Петр Турович пришел Станислав, который занимался, я в педучилище, а он в техникуме физического воспитания, и там он занимался хоккеем, беговыми коньками. И он пришел тоже на фигурное катание. И Петр Турович решил нас объединить. Но так как тогда были такие какие-то понятия, что фигурное катание – это одиночное катание, основа. Сейчас это даже трудно себе представить. У кого не получается в одиночном катании, все идут в пару. А у кого в паре не получается, то занимаются танцами на льду. Вот такая была градация. И, естественно, я ни в коем случае не хотела заниматься и пойти в пару. И я Петру Петровичу сказала, нет, я не хочу. Я лучше брошу фигурное катание, сказала я. На три дня я бросила фигурное катание, сидела дома. Но потом не выдержала, пришла. И вот мы, значит, он нас поставил со Станиславом. И мы уже начали заниматься и парным катанием. Но тогда можно было в двух видах выступать. Мы выступали и в одиночном, и мы выступали на тех же самых соревнованиях и в паре. Ну и хорошо, и как дело пошло? И когда вы поняли, что, в общем, пара – это гораздо более для вас перспективно? Нет, уже когда начались такие более серьезные соревнования, мы поняли, что нужно чем-то одним заниматься, конечно. Как тогда, в условиях еще существовавшего железного занавеса, вы какое-то имели представление об уровне развития мирового западного фигурного катания? Нет, конечно, мы никого не видели, из иностранцев. В те времена к нам не приезжал никто. И только где-то в 50-х годах к нам приехали чехи, они приехали в Москву, а мы были ленинградцы. И участвовали в таких соревнованиях и показательных выступлениях. И мы впервые увидели, что можно прыгать двойные прыжки, можно делать вращения разнообразные, заклонные, там, либилу, либилу, укрепляющуюся. В принципе, нет, это не было. Только занимались основными, одинарными прыжками. И только после этого уже стали заниматься. Но дело все в том, что обучать-то нас, в принципе, мы сами как бы обучались. То есть у кого как получалось. Такой, конечно, платформы, как сейчас, все точно, наука участвует при этом. И все, все тренеры знают, как объяснить, как что, такого-то не было. В основном мы доходили все сами. Как произошел выход на международный аренду? Когда первый раз вы поехали на международные соревнования, и какое это было впечатление? Первый раз мы поехали, наверное, в 57-м году в Чехословакию. И был там чемпионат Европы соревноваться. Нам было очень сложно, потому что искусственных катков больших таких не было. В основном программу мы делали в зале. Проходили ее просто на ногах все. А потом вы ходили и соревновались с фигуристами, которые катались на искусственных катках. В том числе и в Чехословакии уже были искусственные катки, да? Да, 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 да. Хотя, казалось бы, стилистическая страна такого же уровня экономического развития. Но там уже все было. У нас был в Ленинграде маленький каточек, он был в церкви сделан, где-то около 15 на 15. И вот мы там пытались катать программу. Сделан он был кругом таким. И вот пытались как-то кусочками выкатывать эту программу. Хорошо, но ведь, если я не ошибаюсь, первое же ваше международное выступление, оно удачно прошло. Да, мы заняли второе место. Это было серебро. Да. Это было серебро. То есть это показало, что хотя вы в какой-то своей такой, значит, искусственной, что называется, среде развивались, не видя, что происходит вокруг, как развивается мировое фигурное катание, но вы, в общем, ничуть не отстали от его уровня развития. Нет, конечно, и даже у нас были поддержки, высокие поддержки. Не все пары делали поддержки на выпрямленных руках, партнер выпрямлял руки. И поэтому потом были элементы такие сложные, связанные с акробатикой. Ну, это было все запрещено, все было оговорено в правилах соревнований. И поэтому нам за это даже снижали оценки, говорили, что это акробатика, и снижали оценки. Тем не менее, вот такое первое появление советских фигуристов и с таким успешным результатом, это произвело какой-то, так сказать, фурор на такую мировую фигурно-коньковую общественность? Да, я помню, в Австрии, когда мы исполнили свою программу, то газеты писали, у меня есть эти вырезки все, что когда мы исполнили программу свою, то судьи были в замешательстве, что ставить. Потому что столько было много поддержек разных, которых не делали другие пары. И что если бы не ошибка Станислава в Риттбергере, как писали, за что они нам снизили, то могла бы быть оценка выше. Вы были единственной такой успешной советской парой? Или кто-то еще из советских фигуристов? Нет, мы с Протопоповыми. Мы почти одновременно как-то начали заниматься парой. Нет, вот я имею в виду вот это, первые чемпионаты Европы. Это вы были первыми и первыми успешными, да? Ну да, но Протопоповы все время шли за нами, как их называли. Дышали за тылок. Вечно вторые. Вечно вторые. Вот меня интересует, какое было ваше ощущение, особенно, ну Чехословакия, наверное, такая более скромная страна, первая капиталистическая страна какая была? Ой, ну, наверное, вот Америка. То есть Сквавелли это была первая, да? Какое это было ощущение? Был какой-то шок? Совсем другая жизнь? Совсем другой уровень благосостояния? Или, в общем, это так вам не бросилось как-то в глаза? Дело все в том, что, когда мы отправлялись туда, то было такое ограничение. Значит, перед этим нас всех вызывали в ЦК партии. Ну, естественно. И, естественно, мы себя чувствовали как на экзаменах, даже хуже. Уже не думали о фигурном катании, а думали, как бы нам ответить на все те вопросы, которые нам задавались. А спрашивали там какого-нибудь генерального секретаря ЦК партии? Обязательно. Обязательно. Да, в других странах, кто там, кто там, какой там строй. Все это было, это было очень тяжело, действительно. Вот, морально, морально тяжело. Ну, я понимаю. Ну, и, конечно, когда мы туда ехали, нам говорили, что это нельзя, то нельзя ходить по одному, нельзя ходить только группами. Значит, все это, документы носить с собой, паспорта с собой. В общем, могут быть какие-то провокации. Но, слава богу, вот сколько мы выступали, ездили за рубеж. Ну, в одной стране только, в Германии, вот, однажды было такое. Что там случилось? А там к нам подошла одна женщина, а я хорошо знала немецкий в то время, я и курсы закончила, и все. И она подошла и стала нам говорить слова такие, ну, все против Советского Союза, против советской власти. Я сделала вид, что я не понимаю, я сказала, что я не понимаю, что вы говорите. Причем она это говорила с такой злостью, вот, я говорю, я не понимаю. Она говорит, нет, ты понимаешь, я знаю, что ты переводчица. Ну, и мы отошли, чтобы... Вот это единственное, что было. Жук с его импульсивным характером не отреагировал, никак сдержался? Нет. Хорошо. Возвращаясь вот к этой Олимпиаде в Скловеле, тем не менее, вот, вы держались, значит, особняком таким, не ходили по одному и все прочее. Тем не менее, какие-то вот такие вот человеческие контакты, взаимопонимание на человеческом уровне возникло с американцами? Ну, в принципе, да. Ну, во-первых, там разместили нас по-разному. Там были домики для мужчин и домики для женщин. Поэтому мы пары, значит, мы жили все отдельно, друг от друга. Хотя это было не очень удобно, так как чемодан был один с вещами. Ну, и смеялись всегда. Мужчины приходили, нам свистели, значит, мы выходили, шли на тренировку. Как в пионерлагере просто, да. Вот такое было. Сейчас рассказывать это, наверное, не все поверят. Вот такое это было. Вот. Были провокации, конечно, тоже. Мы с Милой Белоусовой жили вдвоем. Однажды к нам открывается дверь, врываются две женщины, американки, и начинают нам говорить. Покажите ваше белье, покажите, в чем вы ходите, покажите ваши руки. Есть ли у вас маникюр и все в таком. Вот такое было то же самое. Ну, а уровень действительно такого, белья, маникюра, ну, это я так в шутку говорю, но вот эта вот разница в уровне жизни вам бросилась в глаза? Ну, естественно, мы когда... Ну, там не было таких магазинов. Это чисто спортивное такое было мероприятие. Поэтому Скво-Вейли, такой курортный город, все было как только Олимпиада. Ну, когда мы ездили, проезжали там города, нам, конечно, казалось очень много странного такого, которого у нас в Советском Союзе не было. Ваш результат, шестое место это было, если не ошибаюсь, да? Это шестое место, да. А как этот результат был расценен, даже не какой-то там спортивной администрации, а вами самими? Вы посчитали, что это какой-то, в общем, ваш такой предел, или вы могли бы лучше? Нет, мы бы могли лучше, и, наверное, бы можно было. Но, понимаете, мы часто ездили за рубеж без своих судей. Это тоже очень много значит. Вот, потом мы были неизвестные. И это тоже много значит для оценки. Судьи уже присматриваются, я знаю. Вот. И потом не очень хорошо было организовано само соревнование. Это каток был открытый, и там стоял магнитофон, а пол был на стил из досок. И ставили пластинки. Музыка тогда записывалась на пластинку. Ну да. И когда играл магнитофон, а кто-то проходил по доскам, то музыка перескакивала. Перескакивала иголку, конечно. У нас так тоже было, перескочила музыка. И пришлось, так как программа поставлена очень точно, под каждую звук мы определенные какие-то движения делали, то пришлось догонять эту музыку. И в результате чего Станислав сорвал там прыжок. Не очень качественно он его сделал. А так мы все исполнили. А на вас обратили внимание? Да. О вас заговорили, что появились вообще в мировом фигурном катании совершенно новые соперники советские. Да. Я думаю, что это еще с первых наших выездов, когда мы показывали все свои элементы поддержки, то уже говорили. Но говорили все время, что это очень сложно, это акробатика и все. И я помню, в Цюрихе был чемпионат Европы. И там после окончания соревнований, поле было залито все огромное льдом, после окончания соревнований мы все вместе с иностранцами катались, менялись с партнерами, менялись с партнершами. Вот такая была у нас, в общем, хорошая обстановка, хорошая дружба. И Станислав тогда говорит, Сденек долежал, чемпион Европы был чех, Суханкова долежал, пара такая была. И мы с ними дружили очень. И Станислав к нему подъезжает и говорит, Сденек, ну чего нам все время говорят, что акробатика? А мы делали обычную поддержку там за бедро. Да. Он у меня за бедро. Сейчас это делают... Сейчас это делают, да, все. Начинающие. Вот. Почему говорят, что это акробатика? Он подумал и сказал, это потому что вы в мире одни делаете эту поддержку. Вот когда начнут все делать, тогда это не будет считаться акробатикой. Акробатикой. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня Нина Алексеевна Жук. Первая советская фигуристка, выступившая на Олимпийских играх. Это было в 1960 году в американском Сквовелле. Нина Алексеевна, а теперь я хотел бы, чтобы вы посмотрели такой видеосюжет, снятый нашим корреспондентом Сергеем Гогиным в Ульяновске, городе, как и Ленинград, не чужом, что называется, для советского фигурного катания. Правда? Что вам говорит фамилия Жук? Прежде всего я воспоминаю Станислава Алексеевича Жука, великого тренера, воспитателя, как считается, около 150 чемпионов, медалистов, рекордсменов. Это самый великий тренер по фигурному катанию. Пока никто его не превзошел. И сейчас воспитывают наших спортсменов его ученики. Вот сейчас, допустим, самая знаменитая его ученица Ирина Роднина. Вот, наверное. Так что, мне в основном приятно, что он уроженец Ульяновских. Родился здесь в 1935 году, учился в школе. Родился он в семье военнослужащего. И я занимаюсь как раз тем, что стараюсь увековечить его память, чтобы в Ульяновске все знали, любой ребенок знал, кто такой Жук. Стараемся установить мемориальные доски. Я поддерживал отношения с его Ульяновской роднёй. Обращался в Москву к Нине Алексеевне Жук, его жене, вдове. Поговорилась с дочерью Мариной Станиславовной. Нина Алексеевна оказалась очень такой хорошей, доверчивой, доступной, преданной памяти своего мужа, жене. И, должен сказать, что недоверчивой, потому что вокруг таких великих людей всё время вертятся авантюристы всякие, разгребатели псевдосенсации, поисковики жареных фактов, так называемых. И вот Нина Алексеевна мне вполне доверила. Я спросил всё, что она знала про Ульянский период. Получил в подарок книгу. От неё очень-очень горжусь. Это книга по истории советского фигурного катания. Там есть очерк Станислава Алексеевича. Когда сняли фильм и показали его по телевидению, я сразу позвонил и спросил мнение. И Нина Алексеевна сказала, что не понравился им этот фильм. Что даже она в суд собиралась подавать за какие-то искажения. А почему сегодняшнее поколение должно знать, кто такой Станислав Жук? Вы знаете, с таким же, я считаю, основанием, как должны знать, кто такой, скажем, Бахрушин, или Третьяков, или тоже Менделеев. Потому что он основатель могучей школы, которая дала славу нашему фигурному катанию. Кстати сказать, я не остановился. Когда удалось сделать скромную очень мемориальную доску, она не уцелела. А сейчас мы обратились к депутату Тульянской области Государственной Думы Владиславу Александровичу Третьяку с просьбой. У него есть фонд специальный, с просьбой поддержать нас и установить более такие фундаментальные, в художественном отношении, лучшие доски. Представьтесь, пожалуйста. А я Сергей Борисович Петров, доцент Ульяновского госуниверситета, краевед. Ну вот видите, какого интересная встреча дала нашего корреспондента в Ульяновске. Ну, а Станиславе... Да, он со мной, у меня письма есть от него, и книгу я ему действительно посылала. Да, ну и замечательно, что он занимается таким хорошим делом. А Станиславе в Жуке действительно рассказывают легенды самого разного свойства. Каким вы его сохранили в памяти? Я понимаю, что вопрос такой сложный как бы. Ну вот, суммируя. Нет, ну вы знаете, для дома он один. Для тренировок, когда мы были, он другой. Вот, мы тренировались в паре, это, естественно, требовательность, это как бы он руководил тренировкой. И пока не исполним то, что нужно исполнить, то мы со льда не уходили. Ну, говорят, он был фанатиком своего дела. Это легенда или нет, что он вас отвез в свое время в роддом и поехал на тренировку? Нет, я в роддом пошла сама, но во всяком случае он пришел в роддом с разбитым лбом. У него была тут вот такая наклейка. Я говорю, что это что такое? Он играл с хоккеистами нашими, с командой ЦСКА, он играл в хоккей. Ему, значит, шайбой сюда попали. У него шрам так и был. Тренером, говорят, он был очень жестким. Говорят даже жестоким. Говорят, он был таким деспотом и тираном со своими подопечными. Это правда? Вы знаете, что? Что значит жесткий или жестокий? Давайте об этом поговорим. Да. Он просто был требовательный. Он был требовательный к себе. Он был требовательный к ученикам также. Если он это запланировал, у него же столько много дневников осталось. Прямо вот столько вот написанных этих дневников. Я слышал и читал, что он на каждую тренировку приходил с листами, на которых все было четко расписано, что он должен сделать. Да, да. Сколько сделать раз, сколько подходов, как, чего, это да. И все, что делал каждый ученик, у него фиксировалось. Кто исполнил, кто не исполнил, кто как. Он любил своих учеников? Да, он любил, конечно, всех. То есть он за них просто был горой. Он каждому выбил квартиру. Грубо говоря, в кавычках выбил. Он каждому сделал машину. То есть он их опекал и за пределами? Да, это когда они уже стали известными. Они имели и квартиры, и машины, и гаражи. Хотя сам Станислав Алексеевич не имел гаража, допустим. И ездил он на Жигулях, на простых, которые до сих пор стоят. Значит, очень был доверчивый. Он всегда, когда уезжал на сборы летом, он отдавал своим друзьям машину в ремонт. Можете представить? Эту машину видели по Москве. Ну, естественно, в разных участях Москвы. Ну, и когда вот очередной раз он взял эту машину из ремонта, ехал домой, отказали тормоза. Он чуть не сбил женщину с ребенком и врезался в стол. Но ведь и в то время еще, по-моему, было много каких-то конфликтов с учениками. Не знаю, кто в них был виноват, но Москву будоражили тогда слухи о его конфликте с родиной, в результате которого эта пара, им воспитанная, от него ушла. С Анной Кондрашовой, с Водорезовой много было. Кто был в них виноват? И сколько тут было, как бы так сказать, интриг и дурных каких-то намерений? А сколько было действительно вины самого Жука? Ну, относительно родниной я, конечно, не знаю точно. Но то, что он мне говорил, что, значит, он стал очень требовательным. Естественно, чтобы результаты шли и росли результаты, он был очень требовательным. На что ученики уже стали сами как... Ну, как дети вырастают, уже родителям в ответ могут все что угодно сказать. Так же и здесь, в общем, так же говорили. И он сам отказался от родниной, Зайцевым. Его вызывали в органы туда. Значит, сказали, что нет, мы тебе приказываем заниматься с этой парой. Он сказал, нет, я даже могу положить партбилет, но я с ними заниматься больше не буду, потому что они не выполняют мои требования. Вот. Ну, и поэтому... Он ведь, опять же, как я читал, был человеком требовательным не только к своим подобичным, но к самому себе. Я слышал, я не знаю, легенда это или нет, что когда он своих учеников сажал на диету, когда им нужно было ходить, он сам вместе с ними худел, тоже садился на диету. Ну, я даже не знаю, может быть, это так, тот он... Я не могу сказать, что он... Он не ел совершенно жир ни в каком варианте. Если даже это, извините, там в первом появлялись вот эти жиринки, он их оставлял. Так что я не могу сказать. Питались мы нормально, спокойно, нормальная еда. Не было ничего изысканного. В какой период ваши жизненные пути с ним разошлись? Но до этого вы тренировали вместе с ним? Да, я в ЦСКА начала работать. У меня были юношеские... Дети, юношеская команда. И в основном условия, конечно, были значительно ниже, чем у Станислава, потому что первое это у нас... Дворец был один, а там занимались фигуристы, которые уже были известны во всем мире. И в то же самое время хоккейная команда Тарасова. Ну да. А лед был один, и поэтому лед был в дефиците, и приходилось его делить и между хоккеем, и между фигурным катанием. Там у них были споры, но во всяком случае они находились в Старасовом, варианты, и выходили из этого положения. Кто среди ваших учеников вышел в такое большое фигурное катание? Ну, Марина Саная вот у меня была, Кондрашова. Саная это та самая, которая самая, по-моему, молодая была. Просто молодая, просто самая юная. Сколько ей было лет, когда она, кажется, в Саппоро она выступила впервые? Ей было 11, по-моему. Да-да-да-да. Потом у меня были два мальчика, Таргашов, Красницкий, которые потом в паре были чемпионами мира в юношеском спорте. Кондрашова. Но дело в том, что... Анна Кондрашова очень красивая была. Да, вот она у меня с 4 или с 5 класса была и дошла до сборной Союза. Уже она была членом сборной Союза. И в это время у меня дочка подросла и поступила в училище, хореографическое училище. А мне надо было с Кондрашовой, так как она член сборной Союза, ездить на сборы, ездить на соревнования. Вот, я этого сделать не смогла в полной мере, потому что дочка Марина была в интернате. Но она там пробыла где-то полтора-два месяца. И я ее забрала оттуда. И поэтому... Жалко стало. Да, не жалко, потому что там в интернате, ну, были такие условия не очень хорошие. И пришлось мне ее забрать, чтобы она в домашних условиях воспитывалась. Понятно. Вот. И я поэтому сказала в комитете, что я не смогу ездить. И тогда они сказали, что Кондрашова, тогда напиши заявление, что ты не будешь с ней работать. Вот так она. Но с ней работал Станислав Алексеевич. Плинер сначала, Плинер, потом уже Станислав Алексеевич. Нет, ну, это сказки какие-то. Это какие-то сказки. Это, это, это. Ну, уже столько всяких вариантов было. Уже он на это не обращал внимания. И он всем говорил. Плохая реклама, это тоже реклама. Как говорила Мерилин Монро. Пишите что угодно, только не перевирайте фамилию. Ну, все говорили тогда, что Жук, если взял пару, то, значит, они на пьедестале будут. А отношения с начальством, все-таки, вы же были, что называется, вы работали в организации строгой субординации. Да. Центральный спортивный клуб армии. И сам Жук имел воинское звание. Да. По отношению к начальству, воинскому, в том числе, тем людям, которые курировали в Министерстве обороны и спорт, Жук оставался таким же независимым человеком, верным только своим принципам. Или он мог идти на компромиссы? Ну, военная организация. Для фигурного катания там был составлен список, что фигуристам нужно. Но это же смешно. Фигуристам нужны трусы, майка. Вот так было написано. Это я не знаю, какого мохнатого года. Ну, конечно, какой-то армейский вещмешок такой. Да, 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 да. И когда, значит, фигуристам там, ну, ботинки уже родниной и два платья, и когда роднина вышла на какие-то соревнования, и министр обороны вызвал потом и говорит, почему у тебя роднина катается в одном платье все время? А он говорит, а потому что положено ей два платья на весь год. Он говорит, мы что, не можем, армия, мы не можем одеть роднину? Это кто-то был, гречка или кто-то? Гречка. Гречка еще, да? Да. И дал приказ, ей сшили десять платьев. Вот как было. Ну, правильно, мы были в одной организации и с хоккеистами, в партийной организации. Я помню, как Тарасов возмущался, когда у вратаря сломалась клюшка, и Тарасов обратился, значит, к финансистам, что нужна вторая клюшка. Ему сказали, не положено. Ничего себе! Вот времена какие были, да. Ничего себе! Не положено, и все. Вот так. Ну, как говорится, действительно, сталь закаляется вот в таких вот условиях. Да, он за своих учеников, он стоял горой. Он просто требовал то, что нужно. И все-таки, Илья Леонидовна, вот были ли у него любимцы? Вот какой-то... Кем из своих учеников он особенно гордился? Может быть, скрывая какое-то такое личное отношение и всех, стараясь ко всем относиться ровно, вот кого он все-таки больше всего любил и ценил? Вы знаете, я даже не могу выделить, в принципе, кого. Он ко всем, во всяком случае, относился одинаково. Одинаково, так же строго, так же требовательно. Очень любил Сашу Горелика. Да? Очень любил. Как интересно. Он всегда его называл Сашуля-Сашуля. Ну, это же как бы первенец был, да? А? Первенец, фактически. Уланов перед этим был уродненой же Уланов сначала, а потом... Вы говорите о Горелике или вы говорите о... О Горелике, Александр Горелик. Александр Горелик? Да, 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 да. А при чем-то роднена? А. Нет, нет, мы говорим... То есть не Уланов, а кто бы вторым партнером родненой уже... То есть следующий ее партнер, да? Нет, ну... Роднена Уланов были. Да. А потом роднена... Горелик. Нет, Жук и Горелик была пара. А, Жук и Горелик. Жук и Горелик. Господи, я что-то уже запуталась. Да, мы тут немного сбились, но это... Что-то перепутались. Вдруг вылетела фамилия второго партнера. Роднена и... Зайцев. Роднена и Зайцев. Да, 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 да. Роднена и Зайцев, конечно. Конечно. И он больше любил Зайцева, да? Нет, он очень любил Горелика. Так я и говорю, потому что Горелик, это все-таки был его первенцем, Жук и Горелик, да? Да, очень Сашуля, Сашуля. И как Саша рассказывал, Станислав же ездил когда на соревнования с ребятами. Он же, во-первых, он сам лично им точил коньки. Лично каждому. А когда ехал на соревнования, он обязательно возил с собой вот этот мотор. Мотор. Ну, для точки. Для точки коньков. Потому что, а вдруг там, вот, у нас же чуть-чуть наступила, если там была какая-то песчинка, ребро чуть снялось, все, уже конек не будет держать. И, значит, доверял он его только Саше Горелику. И вот я помню, Саша говорит, что он мне говорил, так, головой отвечаешь за этот мотор. И я, говорит, его сносил все время с собой. Я его, говорит, нигде не потерял. Ну, свои медали, я медали чемпионата Европы, я оставил в самолете. В самолете. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Моя гостья сегодня Нина Алексеевна Жук, чье выступление в 1960 году на Олимпиаде в Сквавелле стало олимпийским дебютом советского фигурного катания. А как ваша жизнь после ухода из большого спорта сложилась? Скажите мне. Мы ушли в балет на льду. Тогда это ведь тоже было в новинку. Да. Мы в Ленинграде жили. И в это время в Ленинград приехал московский балет на льду. Лавровский был главным хореографом. Будь здоров, между прочим, уровень, да, что Лавровский руководил балетом на льду. Да, Лавровский и Татьяна Сац. И, значит, мы как-то подружились с Татьяной Александровной Сац. Она попросила нас помочь фигуристам с техникой конька, чтобы правильно, хорошо скользили. И мы там ходили, у них был лед, который они привезли с собой. Шли спектакли. Днем, когда не было спектаклей, мы помогали. Значит, Станислав помогал с техникой фигурного катания, так скажем. Вот. И потом она стала нас уговаривать перейти в балет на льду. Мы не собирались, конечно. Но получилось так, что она уговорила. Мы перешли. В связи с этим нам не дали заслуженных мастеров спорта. А, что вы говорите? Так что вот объявили, что Станислав заслуженный мастер спорта. Он не был заслуженный мастер спорта. Мы просто мастера спорта. Что вы говорите? Он видел не только в этой смерти, очень, конечно, такой, ну, для такого человека, обеимого такими легендами, где-то на перроне метро, совершенно неожиданный и нелепый. Но и не у дел он оказался. Хотя, наверное, еще мог бы тренировать и тренировать. Ну, естественно, нет. Он в последнее время, почему? В последние годы он был главным консультантом сборной команды Советского Союза. Но это не просто какая-то была такая почетная должность, нет? Нет, нет. Он очень занимался этим. Он ездил по городам, помогал в городах. Вот сейчас вот многие там, Казань, вот эти города периферийные, они вспоминают об этом, что он им очень много помог. Вот. Смотрел фигуристов, привозил сюда на просмотры. Нет, он работал. Как раз работал очень много. И присутствовал на тренировках на всех, помогал там, все это делал. Ну, как главный консультант. Как сейчас Тарасова, между прочим. Ну, да. Вот. И... А получилось как? Он должен был продолжить писать книгу, второй вариант, по фигурному катанию с Шелухиным. И Шелухин позвонил и сказал, что мы должны поехать. И договор какой-то там подписать. В это время Марина, дочка, жила с ним. И она сказала, что папа только что болел недавно и вышел из госпиталя. Вот. У вас есть машина? Он говорит. Шелухин говорит, да, есть машина. Все, мы поедем на машине. И Шелухин, у него сломалась машина. Он пришел за Станиславом без машины. И они поехали пешком, пошли пешком. Они пошли в метро. И при входе в метро, там лесенки такие, он оступился и все. А ваша жизнь сегодня связана с фигурным катанием? Ну, во-первых, я перестала заниматься фигурным катанием давно. Но вы мне сказали до начала нашей беседы, что до сих пор на коньки вы встаете. Ну, это да. Вот. И я занималась внучкой. Внучкой. Я 8 лет с ней, поэтому никаких отношений к фигурному, почти никаких не имела. Были какие-то там консультации, кто просил, там все. Вот. А сейчас я просто интересуюсь фигурным катанием. Я присутствую на соревнованиях. Мне просто интересно. Это новая система судейства. Все. А, между прочим, эту новую систему судейства начал Станислав. Вот с этими его знаменитыми таблицами, которые он сам разработал. У него разработана была таблица, по которой уже работали у нас здесь на юниорском уровне судейская. И потом он сделал вторую. И он мне говорит, что вторая сделана уже более профессионально, уже шагом вперед. Потому что в первой все было распределено, каждый элемент, сколько баллов. И наши фигуристы, особенно мужчины, делали очень плохое вращение. Плохо вращались очень. И он обратил внимание на вращение и дал элементам вращательным большой коэффициент. И это послужило, что все стали вращаться значительно лучше. Не хорошо, но значительно лучше. Второй вариант, ну так это уже не прошел, уже потом как-то он пытался это передать в ИСУ туда. Но это было сложно. Наша федерация не особенно этого хотела. Но ему как-то удалось через иностранцев это туда передать. И вот все это началось. Сегодня фигуристы, и тренеры, и спортсмены раскололись на тех, кто эту новую систему одобряет, принимает. И тех, кто морщится от нее и говорит, что она убивает такой творческий элемент фигурного катания. Насколько я понимаю, Станислав Алексеевич был бы таким сторонником этой новой системы судейства. Нет. Потому что она совсем сейчас другая. Она совсем... Раньше это было все видно, за что ты получаешь такой балл и все. А сейчас никто не знает. Сейчас никто не может понять это точно. Там машина что-то делает, считает и все. Это уже после его стали все время что-то переделывать, переделывать, переделывать. Совершенствовать, но не в ту сторону, очевидно. Да, да. И получилось так, что действительно совершенно непонятно. Скажите мне, а вот сравнивая, сопоставляя, хотя это трудно сопоставить, так, фигурное катание вашего времени и современное фигурное катание. Вот что бы вы хотели, чтобы от того фигурного катания перешло в сегодня, а оно как бы не перешло? В чем какая-то прелесть и преимущество того фигурного катания перед нынешним, а может быть и нет преимущества, может быть нынешнее по всем статьям превосходит то фигурное катание, которое мы все смотрели, которое мы все обожали и которому мы все поклонялись? Ну, вы знаете, очень сложно это сказать. Я понимаю, что сложно. Я говорю не про какие-то элементы, а про какой-то такой, ну, общий что ли, такой дух, стиль. Что, чего не хватает сегодня фигурному катанию? Вы знаете, если бы я знала, чего не хватает, то, наверное, бы все могли тоже знать уже. Ну, сами видите, что все как-то сложно идет, хотя фигурное катание, конечно, шагнуло вперед. Это в наше время, это самый сложный прыжочек был, это два с половиной, особенно в парном катании. И, между прочим, вот на последнем чемпионате мира мы были готовы очень хорошо к Олимпийским играм, мы были хорошо готовы. И у нас в программе стоял аксель два ворота. Тогда одиночники не все прыгали, а мы это выполнили в гармиш паркинг Иркины на чемпионате Европы. Правда, Станислав это сделал чисто с выездом, а я не упала, нет, ну, я не сделала такой выезд. Вот мы тогда единственная пара показали этот, как называемый, дупель в парном катании. Тогда это никто не делал. И к Олимпийским играм мы были хорошо готовы. То есть не к Олимпийским, ну да, в тот год, в Олимпийский год мы были хорошо готовы. А чемпионат мира должен был состояться, и мы могли там очень хорошо выступить. Но разбилась команда фигуристов Америки. Чемпионат этот мира, почему мы еще ушли-то, чемпионат мира отменили. Ну, мы последний такой вопрос, уже перебрасываемся в современность за соревнованиями в Сочи. Будете следить? Ну, только по телевизору. Туда не поедете? Меня никто не приглашает. А нужно было бы. Да ну что бы. Таких-то людей как раз и нужно приглашать в качестве самых почетных гостей. Спасибо, Нина Сенна, это было повторяемо. Спасибо вам, что пригласили. Замечательно, интересно. Спасибо вам, что пригласили. В эфире «Свободы» радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. У меня в гостях была первая ласточка советского фигурного катания. Нина Жук была первой фигуристкой, выступившей на Олимпийских играх. Дело было в 1960 году в Сквавеле. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа. С вами был Леонид Велихов.